здесь у нас основной вопрос какой будет вывод в конце программы ну и будет ли он вообще а так вопрос какой был такой будет вывод программе если он вообще будет я просто не помню что делает а вот давайте я расскажу у нас есть летч фактически такой замок защелка который мы инициализируем фактически в данном случае числом в 100 тысяч равно нашему количеству аккаунтов по ходу программы он нас декременится до каунта он называется на основной среде мы ожидаем а wait ожидается пока значение этого летча не будет равно нулю то есть мы инициализируем 100 тысяч декрементировать декрементировать когда будет ноль здесь у нас данном случае наших среда будет ждать вот когда соответственно будет ноль то пройдет выполнение дали вопрос что будет выведено правильно чтобы синхронизировать поток на несколько потоков вот экзекьютор он него 100 экзекьюторов значит мы пытаемся сто тысяч угу сделать сабмитов но у экзекьютора нету столько ресурсов у него только 100 у него здесь респект под ресурсов у него фактически 100 фредов вот но при этом у самого экзекьютора у него unbounded q под собой блокирующая очередь то есть она имеет максимальный max integer в длину поэтому мы спокойно может подрастут еще тасок закинуть на опасный код ну надо говорить любые слова про этот код правильно да да я не работал явно вот с да он влач но я понял что из многопоточной среды пытаются модифицировать имп на которой не написали волатайл ну то есть уже не окей а вы просто будет ждать в точке 21 якобы пока он не станет 0 до 0 или меньше то есть мы можем в принципе декоментировать дальше но именно сама основная страда на которой она запустила все мы она будет ждать пока не будет 0 так как волатайл не написан то возможно мы не можем точно сказать что будет 2324 на выведена потому что мы не можем гарантировать что атомарно инклемент на листья каунтеры которые объявлены в строчках шесть-семь а вот и нам соответственно дают гарантию атомарности какие гарантии вообще волатайл дает он дает гарантии что случае использования многих потоков не будет использоваться кэш потока то есть будет каунтера одна и та же копия инкрементироваться соответственно то есть в данном случае вот мы говорим допустим про операцию 15-16 на строках соответственно будет ли она атомарный вот даже если мы соответственно напишем любая многобайтовая структуры тут ну то есть поэтому есть atomic integer любая многобайтовая структура не может быть изменена значит корректно без применения вот этих ограничений в виде синхронизации ну потому что может быть первых два байта уже занимает новое значение а вторых два байта все еще старые то есть получается ну то есть там здесь волатайла в принципе не помогут атомик интеджер фактически помогает да атомик интеджер помог какие-то еще варианты кроме томик интеджера есть здесь какая-то еще закопано ну какая-то очень простая простой подвох ну например вот сто или а тут десять сто тысяч здесь подвоха нет а какие то еще варианты синхронизации вот доступа помимо томик интеджер здесь подойдут синхронизации но вот по каким-то причинам атомики вообще не хотим использовать у нас аллергии на них есть еще какие-то варианты вообще вариантов синхронизации у нас много но просто вопрос какие нам тут точно не подходит но понятно писать так как как и какие у нас есть вариант есть read write lock здесь вот вот пройдут ли они здесь в данном случае при желании любой можно использовать ладно на крыше зачем использовать просто так ладно atomic интеджер делает то что нам надо мы разбрали что она подойдет то него синхронизм написал еще пару методов и вызываю вызывая их отсюда можно но возможно так как синхронизм блокируется на конкретном объекте а у нас тут все собственно варится в одном классе то это не лучший выбор то есть если мы писали синхронизм мы бы эту отдельную функцию вниз без этого можно и внутри передать объект на котором хотим захватывать монитор а где вы здесь чтобы работу но это бит должен быть ну таким чтобы синхронизм работал а то потому что есть антипаттерн когда пишут синхронизм и туда передают локальную переменную метода то есть по сути он туда и не работает а соответственно куда бы здесь поставить синхронизм чтобы он у нас заработал и выдавал нам желаемые результаты поджимаем результаты мы имеем ввиду чтобы здесь вывозить 100 тысяч обоих принтов лайн я могу ответить но ответ вам не понравится ну дайте попробуем можно писать да да пожалуйста синхронизм берем эти две строчки да все верно а если блок ставили то куда ну опять же там говорили при троих лук допустим райт лук используем это я вообще хотел довести до абсурда да то есть написать да так файл да да согласен значит делать лук до каунтера 1 и анлок после каунтера 2 да все верно так но код мне не нравится то есть ну сами понимаете не очень нет мы здесь просто обсуждаем различные варианты не говорим о том я согласен что сатомик гораздо более правильно так давайте наверно закроем этот сниппет пойдем дальше